Рината, привет! Здравствуйте! Все ведутся на лесть, поэтому я прям с лести начну. Ларс фон Триер заявил, что когда он скинул своего ужасного антихриста, он избавился полностью от меланхолии. Можно ли предположить, что ваша последняя лента избавит вас от отдержимости темой смерти? Темой смерти. Ну, кстати, Ларс фон Триер избавился, но он других нагрузил этой сценой антихриста. Вот именно, да. Потому что я когда смотрела, все сбежались и остались в одиночестве, уже под конец хохотала в конце этого фильма, когда заговорила лисица. Да, когда заговорила лисица, она даже превратилась в какой-то абсурдизм такой. Настолько это было без тени юмора вообще, и так серьезно, что этот минус уже превращался в какую-то немножко, как сказать, пародию некую. Ну, вы... Там вот в этом смысле. А я думаю, что да, я наконец рассталась с этой моей темой, потому что, видимо, она как кристалл внутри жила, и вот эти вот сколько-то лет разрывала, как говорится, мои органы. А сколько лет? Это прям в детстве, я так понимаю. Какая-то зарисовка из этого сценария была уже где-то в институте, и потом она вот так вот, видите, и наполнила меня такой одержимостью все-таки снять эту картину. В «Авгике» вы ведь играли, собственно, главную роль. Ну, вот дело все в том, что тогда это была моя однокурсница. Но у нас всех хватило только... Однокурсница в качестве режиссера. Ну, в общем, это мы снимали как бы так вместе все, да. А вы в качестве сценариста и исполнителя главного... Знаете, как бывает такое соратничество, когда все собираются и пытаются снять какой-то фильм. Но тогда это хватило настолько на несколько смен, потому что это была пленка, кодек, это все было достаточно все. Если ты сейчас замечательная ситуация с технологиями, потому что мы снимали это на фотоаппарат Mark II и, в принципе, это дает большой простор для людей, там, талантливых, но у которых нет большого бюджета. На фотоаппарат снимали с соображений экономии? Только бюджета. Потому что пленка – это очень дорого. Это же нужно тебе брать в аренду камеру, которая в день стоит там по тысяче. А если это очень хорошая камера, это стоит еще дороже. Ну и все такое прочее. Обработка пленки, определенный свет, очень дорогой оператор, тра-та-та. Все это, конечно, за собой тянуло. Ну, зато актеры вам обошлись, в общем, на шару, насколько я понимаю. Ну, вот на шару неправильное слово, потому что там вот Олю Кузину, главная героиня у нас, мать-одиночка, мы платили, когда могли. А тем, кто побогаче, они благородно отказывались. Они же видели, в какой мы ситуации находимся. Татьяна Зрубич побогаче? Таня, да, благородно отказалась, но мы пытались ее усладить всякими другими подарками. Платья, то все. Саундтрек вам обошелся в один рубль? В один рубль, но это был мой самый главный соратник Земфира. И она была со-продюсер этой картины. То есть она вместе со мной прыгнула в эту бездну. И когда уже я сняла все, что видно, она отвечала за все, что слышно. И это был тоже отдельный адовый период, когда ты уже нанимаешь в профессиональную студию, делаешь озвучание и сталкиваешься уже с людьми техническими. Которые стоят какие-то немыслимые деньги, и аренды каких-то студий тоже немыслимые деньги. Профессионалов крайне мало. И если Земфира видит рассинхрон, а человек, который должен понимать это все, он не видит. Она говорит, у вас торопится, он переделывает. У вас губы идут быстрее, чем звук. А он говорит, вот я исправил. Она говорит, ну теперь он у вас отстает еще хуже. И они этого не видят. И когда они, например, компрессируют и ставят какие-то эффекты на голос, она говорит, откройте мне ваши плагины, покажите, какие вы эффекты ставите. И она разбирается. Они, конечно, обалдевают. И дальше уже в том трепете и страхе находились. Но они, конечно, очень мало творческих, профессиональных людей. И зато очень алчные. Мало где. В отрасли? В стране? В мире? У нас, в принципе, отрасли. Нет, нет. Все-таки актеры, они как-то готовы за искусство. Вот они готовы участвовать там любой ценой. Видимо, они так и замочали на какими-то плохими проектами, неинтересными. А это хороший и интересный проект? Я уверена, что да. Это искусство. Последняя сказка Риты – это искусство. Это абсолютный арт. Это именно то, что мы делали не за деньги. Бескомпромиссный, независимый арт кино. И как это у нас искусство по жанру? Это что? Это у нас по жанру. Жанр какой? Это фильм Ренат Литвиновый? Мне кажется, что это может быть такая комическая трагедия. И одновременно это сказка в современных условиях нашего города. Для кого-то это сказка, для кого-то это было, как, например, для меня. Потому что я совершенно верю неких существ, которые курируют человека даже в таких огромных мегаполисах, когда человек может сбежать там с места преступлений и думать, что он будет безнаказан. То есть все остается отслежено. Вот здесь вот место поподробнее. Какие там существа курируют? Да, но вас курируют какие-то существа свыше. И в принципе, если покопаться в древней истории, когда были боги, когда были некие духи, какие-то, сама смерть приходила. Есть же очень много поверьей о том, уважает ли смерть человека перед его уходом туда. Она его даже предупреждает в снах. Просто мы все это забыли, но они-то о нас не забыли. И все это продолжается, все та же тонкая связь. А человек просто, наверное, ну, не хочет об этом помнить. Уму не хватает, какая-то суета. Я вообще не могу понять, вы гоните или вы... Дима Быков говорил, что вы привили себе, как врач может прививать себе какой-нибудь недуг для того, чтобы его исследовать, что вы привили себе сумасшествие. Ну, на самом деле, норма – это же, это же как бы, как сказать, антиискусство. То есть очень много нормальных. То есть искусство – это антинорма тогда? Да, да, нормально. Если я вам скажу, что вы нормальниц, самое главное – оскорбление. Нормальных, имя им легион. Конечно, безумцы делают искусство, и, конечно, им это интересно. Кстати, ну, если уж вы начали так с Лести, то с Лести продолжим. А вы вообще видели картину? Да, я видел картину, да. Я видел картину. У меня есть свое мнение, но я им слишком дорожу, чтобы делиться с миллионами зрителей. Я вам потом скажу, если вас это заинтересует, мое мнение. Я все-таки вернусь к балабановскому подходу по кастингу. По медику, да? Да, я считаю, что вот вы использовали его метод, вот, отбирать тех людей, которые… Нет, это совпало. Конкретно Станя Дрюбич, это совпало. Но она была столь давно задействована в этот проект, когда-то, тогда, в те несколько съемочных дней. Еще в Афгике, да? Еще в Афгике. И, наверное, ей была какая-то судьба в этом поучаствовать. Вот иногда волей-неволей думаешь, что какой-то человек, который начал тянуть эту песню, и вы все-таки видите нить судьбы на этом ковре, притягивает опять же к этой теме. Она, наверное, должна была сыграть в этой роли. Она легко согласилась? Таня, да. Таня в этом смысле… Хорошо, Таня, да. А кто нет? Кого пришлось уговаривать? Вы знаете, того, кого приходится уговаривать, они… Тогда я отказываюсь от них. Ну, что значит… Я вот вам говорю, что я хочу работать с теми, кто хочет работать со мной. Ну, это, наверное, да. И если есть какая-то доля такого, как бы, высокомерия, если человек вот как бы не отвечает, тем более в таких, в общем, боевых условиях, некоммерческих, то, конечно, лучше не наставить. Ну, а с вами легко работать? Мне кажется, я очень требовательная, но я отвечаю за результат. Ну, вы же сами себя… Я очень люблю актеров, я никогда их, там, не обижу никак. Наоборот, я очень их нежно люблю, и это, в принципе, единственное, кого видно в кадре. А ко всей съемочной группе, конечно, я требовательная. Ну, вы не только к своей съемочной группе требовательная. Я знаю, что когда вы снимаете со других режиссеров, вы тоже там, в общем-то, права прокачиваете. Я читал, во всяком случае, о «Девушке и смерть», где вы сыграли. Юс и Стейлинга, вы поймите, что меня там заковывали в эти корсеты. А если бы вы хоть раз в жизни одели корсет, вы поняли, как это тяжело. Ну, рано или поздно, да, придется. И когда одевают парик, а он приковывается какими-то железяками к голове, и вот когда ты сидишь, час, два, три, четыре, голова уже начинает просто гудеть. А при этом у меня стоит съемка, и у меня нужно делать монтаж картины. И когда ты сидишь, конечно, твое эмоциональное состояние, что ты думаешь, я же не актриса, я хочу скорее сняться и уехать. Вы не актриса? В принципе, мне кажется, я не могу претендовать. А кто вы? Вы сценарист по позиционированию. Вы кто? У вас есть ваш персональный сайт, там есть биография. Это не мой сайт. Рената Литвинова.ру не ваш сайт? Ну, наверное, это какой-то фанатский сайт, но я не как-то присутствую в сетях. А, потому что там вам приписывается в биографии, что вы, в общем, человек патологии. То есть это вы все не говорили, это все какие-то наветы. Наверное, нет. Я изучу много. Кстати, я считаю, что очень существенно надо донести до зрителей информацию, что это не ваш официальный сайт, потому что он считается вашим официальным сайтом. Дело в том, что у меня вообще нету в сетях, и я никак в них не присутствую. Если есть какие-то твиттеры. Вот, Рената, я об этом говорю. Рената Литвинову.ру Ну, вот видите. Вижу. Я не знала его. Это все из биографии. Угу. Здесь такие чудовищные вещи вам приписываются. Ну, то есть, как бы, ваша прямая речь. Просто без содрогания читать нельзя. Знаю, что вы человек, который заточен на эпатаж, который маргинал абсолютно такой. А, Коня, я решил, что это вот вы сами так решили. Знаете, я прямо сейчас это изучу, что там за содрогающие вещи. Я, честное слово, его не читала. Ну, что вы человек патологии, что вас привлекает патология. Вас действительно ведь привлекает, но будем считать, что смерть это такая окончательная патология. То есть, это болезнь, которая не лечится. Дело все в том, что если вы думаете, что смерть это патология, то вы сами заблуждаетесь, вы себя обманываете. Но это же ваш финал. Вы же знаете, что вы на нее причины. Не мой. Нет, у меня не будет финала. Но это, опять же, не об этом тема. Мне кажется, что вы тоже гоните. А? Как-то у вас не будет финала. Вы считаете, что вы не умрете никогда? Душа бессмертная абсолютно. Да, я говорю про именно смерть оболочки. Вот, ваш персонаж, в инферме, это некое мистическое существо, ангел смерти, который ведет охоту за... Ну, охотник за красивыми душами. Да, и вот почему-то, что меня удивило в ленте, обязательно нужны какие-то порталы для отправки вот этих субстанций. Ну да, где ты можешь передавать какую-то информацию. Да, и с этим... В момент такой сказочности. Да, вы неоднократно высказывались по поводу, поскольку у нас московский канал, то, естественно, очень интересно про Москву. Да, если вы хотите какого-то моего политического высказывания, оно и есть. Нет, я не хочу... Почему? Почему же это политическое? Это абсолютно, на самом деле, бытовое. Общественное, да, политическое. Выскажитесь, да, объясните мне. Моя позиция общественная, что я в каком-то гневе пребываю о том, что у нас сносились эти прекрасные исторические здания, эти архитектурные преступления совершались, и даже... Преступления. Я считаю, что это... Вы назвали мэра преступника предыдущего. Да, мы связались с Архнадзором и взяли вот прям вот такой том вот этих постановлений. И это была большая кипа бумаг, где было написано по личному распоряжению мэра Лужкова, или там по личному распоряжению правительства Москвы снесены огромное количество исторических красивейших зданий. Но я же видела, как они выступали, говорили, но мы сломали плохой некрасивый дом, а мы построим намного лучше и красивее. И это какое-то ужасное сооружение из пластмассы, тень-тень того, что они снесли. И, кстати, я еще обратил внимание, когда готовился к эфиру, что вы сказали, что вот эту ленту свою последнюю вы снимали нелегально, без разрешения. Я, честно говоря, абсолютный дилетант. Где-нибудь на улице, ну там на улице проходы были, оказывается, на них, чтобы снимать, тоже нужно брать разрешение. А то есть вы тоже этого не знали? Это не то, что я вот настолько не образовываю. Нет, я знаю, что везде нужно давать деньги, чтобы снимать картины. Давать деньги кому? Не знаю, как тогда, как властям московским. Властям надо давать деньги за то, чтобы снимать на улицах Москвы. Ну да, чтобы они перегородили тебе дорогу, чтобы они дали тебе возможность там-сям. Мы пытались снимать так, чтобы не мешать проезду и проходу. Вы сами считаете, что лента получилась ваша? Ну, да. Я считаю, что это вполне внятная история. Она очень перетенциозная. Ну это уже вам судить. В данном случае я проявляю крутость, вы можете как угодно к ней относиться. И там с цветами такая вот непонятка, потому что то вот, вот эти вот такие уличные сцены, про которые вы говорите, они совершенно вот какие-то такие блеклые. И в то же время игра вот с цветами, когда появляется там ваш персонаж. Это осознанно? Нет, но все-таки, конечно, это недостаток, конечно, хорошего оператора. А то есть хорошего оператора все-таки не было? Ну там было очень много операторов, и я как бы очень много переснимала. И в этом смысле, да, я признаюсь, что мне хотелось буйство красок, но в связи с тем, что... Нет, буйство красок, оно местами присутствует. Именно в павильоне, где могли хоть как-то контролировать это. Но на улицах Москвы, конечно, тяжело контролировать буйство красок. И вот этот контраст, вот я обратил на него внимание, у меня он обломал. У вас это как-то резануло? А? Ну меня это просто обломало. То есть мне показалось, что вот лента в этом смысле как-то, ну, не доделана. Ну это цветокоррекция, но тогда нужно было все делать таким же серым, как эта улица. А это неправильно. Ну вам виднее, что правильно, что неправильно. Вы же классик жанра, жанра Ринаты Литвиновой в этом жанре. Я в общем не классик. Нет? Нет, конечно. А кто вы, Рината? Вы знаете, я занимаю такую, свою маленькую камерную нишу вот этого не мейнстрима, конечно. Просто, может быть, я как-то медийно как персонаж, сама того не ведая, потому что я не участвую ни в каких таких медийных проектах. О, ну перестаньте. Вы являетесь ньюсмейкером, вы все для этого делаете. Для того, чтобы вот я когда начал готовиться к эфиру, я хотел прочитать вот отзывы на вашу последнюю работу, на премьеру, которая только-только состоялась на днях. И вот 80% отзывов это про прикид, в котором вы пришли на премьеру. Дело все в том, что это значит такая пресса, и это они делают, как сказать, повод не из картины. Ну, конечно. Режиссер приходит в крысах. Дело все в том, что это костюмы из фильма. И здесь журналисты вот обратили на это внимание. Слушайте, но тогда получается, что вы не понимаете там искусство моды, что был когда-то там Макуин. Я нет. Я очень рассчитывал, что вы в этом платье придете, потому что я хотел рассмотреть. Это действительно крысы были? Ну, это специально сделанные крысы. Это платье снималось в моей картине. Это прекрасное платье я вырезала из сцены, но мне казалось, оно столь талантливо сделанное нашим художником. Ой, там столько ваших прикидов очень талантливых. По костюмам, да, что я его мечтала хотя бы одеть и показать. Да, потому что я хотела, чтобы вот это произведение, которое сделала Катя Сычева, мы совещались. И я хотела именно этих крыс, она у нас художник по костюмам была, и мы вместе разрабатывали вот эти все костюмы. И мне хотелось, чтобы ее работу увидели, потому что я ее искренне восхищаюсь, и мне это нравится. Но я не могу отвечать за массы, которые делают из этого какой-то идиотский пауч, я обвесила дохлыми крысами. Но это же маразм, это же никакие не дохлые крысы, это арт-платье. Это не дохлые крысы, это арт-платье. А где вот эта вот грань, в какой момент дохлые крысы становятся арт-платье? В тот момент, когда их берет Катя Сычева? Дело в том, что если я вам объяснять должна это, значит, тогда не о чем говорить, понимаете? И ты же не объяснишь, вот как можно отличить фейк от настоящего. Но если вы не понимаете, то тогда пусть ваше мнение будет при вас. Я же не могу настаивать на этом, я не могу вас воспитать или сказать, что это прекрасно, а вы считаете, что я сумасшедшая. Если я платье вживую не видел, я видел только на фотографиях, то я очень рассчитываю, что вы, может, в нем будете, чтобы я тогда... У меня бы было мнение про платье тоже. Я об этом совершенно не знала, что вы на это рассчитывали. Вы должны были, наверное, сообщить мне об этом, я бы его принесла вам. С вами очень трудно вступать в коммуникацию, вы знаете. Я вам сочувствую. А с вами думаете легко? Вы так прямо уж ногу загнули, обороняясь от меня в случае чего, чтобы вспрыгнуть на твое кресло. Вот это вот, видите, абсолютно открыт. Так что, кстати, вы очень счастливый человек, что вы вот не сетевое животное, что вы не ходите в эти интернеты. Я считаю, что это, конечно, отнимает. Отзывы, да. Я, тем не менее, у себя в Фейсбуке перед эфиром попросил знакомых, ну, за исключением, конечно, явно тубуирования. Вы умеете надо мной, да, давайте. Нет, нет, ну, какие-то вопросы, какие бы они вопросы задались, у них была такая возможность. Вы знаете, очень часто люди анонимно могут задавать самые ужасные вопросы. Нет, Фейсбук, он тем хорош, что здесь все люди, в общем-то... Вы все можете мне сказать фамилию, спросить? Да, да, я могу вам показать, да. Давайте. Просто я не знаю, говорят ли вам эти фамилии, вот, допустим, вот, чтобы фамилию не озвучивать в эфире, вот, видите. А почему нельзя озвучивать? Ну, скажите, я пиарю, да. Ну, хорошо, Юля. Да. Почему она, то есть вы, не приехала, не приехали, стало быть, на Одесский кинофест, нехороший такой человек? Это, опять же, вы. Тут ее ждал большой зал, полный журналистов. Просто очень плохие организаторы. Правильно. Дело все в том, что, понимаете, организаторы эксплуатируют и врут, что ты приедешь для того, чтобы привлечь публику. Но на самом деле они врут и обманывают публику, а ты даже не в курсе. Потому что я изначально сказала, что я не смогу приехать туда. Хорошо. Екатерина Сокольская, раз вы наставите, чтобы не анонимны были. Думала ли она, опять же, вы, когда-нибудь сменить имидж, придуманный для нее, для вас, Рустамом Хамдамовым? Дело все в том, что придуманный мой имидж приписывают еще нескольким людям. То есть это не Рустама? Нет, но почему? Я восхищаюсь Рустамом, но что он во мне мог придумать? Конечно, я восхищаюсь им. И в данном случае мы сделали с ним некоторые картины. Но вот ваша Екатерина, она заблуждается, что можно взять, придумать человеку образ, и он будет все время с ним идти по жизни. Знаете, я вашу последнюю ленту смотрел, и все время Хамдамовым вспоминал. Просто вот этот головной убор с этими спирями. Дело все в том, что вот то же самое говорят и про Киру, что она тоже кому-то там подражает, и может ли она изменить свой стиль. То же самое говорят и про Рустаму, что он тоже кому-то подражает. На самом деле это очень типическое явление, обязательно обвинить тебя в каком-то плагиате. Но я не согласна с этим. Алексей Стаценко спрашивает, готова ли она, вы, встретить старость? Ну а как, куда мне деваться? Я ее встречаю. Не знаю, люди находят выходы, вы знаете, которые очень много думают о смерти, они находят. Покончить с собой? Нет, я не собираюсь кончать с собой. Ну вот, кстати, вот то, что вы, это уже мой вопрос от меня. Так были запарены, и я говорю, что были, потому что мы договорились, что вы с этой темой покончили. Тема Танатаса, может это потому, что с Эросом как-то не складывалось? Ведь Эрос с Танатасом, вы знаете, как-то там балансировать. Момент в моей жизни, наверное, эта тема не так стала сильно для меня острая. Эроса. Эроса, да. И она как-то пережила какой-то спокойный режим, практически целебатнический. И, я не знаю, если вам нужно такое признание... Не-не, мне никакого, прям вот, чтобы нужно, я пытаюсь для себя понять, откуда это. Это период какой-то молодости, когда нужно ею интересоваться. Сейчас в этом моменте я спокойнее, поэтому у меня нет какой-то невостребованности в этой, как сказать, как-то вот комплексе или из чего-то. А в чем есть невостребованность? Или прям востребованность есть прям во всем, во всем? Человек требует только любви, мне кажется. Всем не хватает только этого. Так вот мы прям, Эрос же это и есть любовь. Ну, вы понимаете, что Эрос это, ну, не только... Какой любви вы хотите? Вы хотите, вы же зрительской любви не хотите, вот, любви масс. Вы же живете в достаточно узком социуме, киношном, важно, что говорят. Вот вы сейчас, вот это вы называете защитной позой, то, что... Нет, давайте хорошо. Не-не, вы оставайтесь, вам идет. Уже даже нет ручек в вашем этом самом... Так лучше. ...свидалище. И что, и что. Вы чьей любви хотите? Ну, помимо... Конечно, конечно, любви близких. Мы про группы говорим социальные, да. Любви близких. А? Любви близких. Близких. Все равно у меня единственная мотивация, что ты все делаешь для близких, для тех, кого ты любишь. Ну, вы же не делаете ленту для близких, для тех, кого вы любите. Нет, все равно ты делаешь для себя. Так. Потом ты делаешь... Ты имеешь в виду своих любимых, чтобы они тебя одобрили. Мне кажется, все равно ты делаешь для них. А если это нравится еще и публике, то это уже отдельное дополнительное счастье. Но я не могу просчитать то, что понравится публике, поймите. Не можете или не хотите? Это разные вещи. Нет, это невозможно. Есть масса людей, которые этого хотят. Но у них же не получается. Если бы они умели, наверное... Есть масса людей, у которых получается. Ну, это... Но все равно в том же Голливуде считают, считают, но даже самые грандиозные блокбастеры проваливаются. И какие-то там маленькие картины, которые собирают большие кассы. Это нельзя просчитать. Ну, некоторые люди не просчитывают. Вы знаете, тот же Балабан, в котором мы упоминали, он тоже вот маргинал, так же, как вы, и тоже, в общем, такой... Ну, маргинал. Дело в том, что они, маргиналы, они и делают тенденцию. Они ведут потом за собой большинство. Вы ведете большинство куда-то? Я говорю про маргиналов. А вы меня туда причислили. Нет, вы абсолютно маргиналов. Вы не считаете себя маргиналом? Ну, хорошо, вы меня считаете маргиналом, я согласна с этим. Это был вопрос. Вы себя не считаете маргиналом? Я вообще, кстати, не анализирую, кто я в этом смысле. То есть я вот такой вот автор, который сидит в своей нише и доволен вот этим своим местоположением. Нет, ну вы, прежде всего, автор проекта под названием Рината Литвинова. Вы сами говорили, что... Понимаете, это ваше частное мнение об этом, обо мне? Нет, я позволю себе процитировать вас. Вы сказали, что вы над собственным имиджем работаете гораздо больше времени, чем, допустим, над литературой и над написанием сценариев. Не правда, я никогда не говорила таких заявлений. Это значит, злые журналисты вам приписывают все время разный разный. Вы знаете, у меня сейчас вот даже несколько было случаев, мне не дадут соврать. Я открываю журналы или вижу себя на обложках каких-то жутких изданий с кривой физиономией. Я читаю интервью, которое я никогда не давала. Я не могу дозвониться даже до главного редактора. Ну вот такие вещи у нас так страна устроена, что ты не защищен от прессы. И если даже они сочинили это, то они заплатят какой-то крошечный штраф. А, кстати, что они напечатали, твоя репутация никого не беспокоит. Но я никогда не давала этих интервью, никогда не делала таких заявлений. Ну, очень хорошо, что у нас сейчас интервью как бы телевизионное, вы не сможете отказаться от того, что вы это сегодня произнесли. Я надеюсь, и не будете отказываться. Я считаю, что вы произнесли достаточно для того, чтобы поставить вам тот диагноз, который поставил Дима Быков, который вами восхищается. В отличие от вас. Дима очень талантливый человек, я его тоже очень люблю. В отличие от меня, опять же. Ну, я не читала ваших повестей, стихов и статей. Так, может, оно и хорошо. Ну, что ж, я смотрел ваши фильмы. Значит, я пообещал, что я мнение не буду озвучивать публично, да, но, наверное, вас и не интересует. Я пожелаю вам, чтобы вы действительно избавились от вот этих заморочек с темой смерти, и чтобы новых не обрели, и чтобы все у вас было... Мне кажется, наоборот, твои комплексы, они тебя двигают куда-то. И, наоборот, надо минусы превращать в плюсы. Хорошо, тогда я пожелаю вам работы над вашими комплексами, развитие их и совершенствование. Чтобы ваши комплексы были тот же совершенны, как имидж Ринаты Витвиновой. Спасибо. Всех вам благ. Спасибо папе с мамой, они вас сделали. Спасибо.